Ведущий Центральной Лиги Олимп Международного Союза КВН Александр Масляков Получилось, что сегодня в борьбу за четыре путевки в четвертьфинал вступают наиболее опытные, наиболее именитые команды. Ну что ж, тем интереснее будет сегодняшняя игра. Итак, в сегодняшней игре принимают участие следующие команды. Получились в Лиге Олимп прошлого сезона. Команда КВН Новые Гусары Масква. Чемпион Интерлиги Международного Союза КВН, игры, которые проходят в Донецке, команда Азербайджанский характер Баку. Финалист в Северной Лиге. Команда юридического факультета МГУ. Новая команда, состоящая как из молодых КВНчиков, так и из КВНчиков, которые пробовали пройти на еще высшей лиге. Команда Прогресс Рязань. Вице-чемпион Северо-Западной Лиги, сборная города Ханска под названием «Провинция Центр». И, наконец, команда полуфуналисты Лиги Олимп прошлого года. Команда, которая пополнила свои ряды. И с этого сезона выступающая в новом статусе, сборная команда КВН Московской области подмосковный легион. Этот сезон мы, напомню, назвали скромным сезоном достижений. Достижения бывают разные в области спорта, в области науки, в области культуры. Но всем им грош цена, если у них нет достаточного финансирования. И поэтому сегодняшняя игра посвящена достижениям в сфере бизнеса. Ну и судить сегодняшнюю игру будут люди, которые, я просто уверен, кроме прочих талантов, обладают еще некой такой коммерческой жилкой. Ну да что ж там говорить, просто акулы капитализма. Итак, в сегодняшнем жюри автор и актер команды КВН БГУ Вячеслав Муругов. Ведущий автор сборной Санкт-Петербурга Илья Ебичев. АПЛОДИСМЕНТЫ Ведущий утреннего канала «Востроение» телевизионного канала «Востроцентр» Михаил Сафронов. АПЛОДИСМЕНТЫ Популярный диджей радиостанции «Авторадио Народная Марка» Алексей Зверев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Их постоянный ведущий фестиваля команд КВН БГУЗов города Москвы – Михаил Грызлов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я думаю, на этом официальная часть закончена. Команды могут идти и готовиться к своему первому конкурсу. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а это приветствие мы будем рассматривать как первую попытку начать свою коммерческую деятельность. Ну, а как известно, любая уважающая себя фирма начинает свою коммерческую деятельность, конечно же, с презентации. Итак, команда КВН Прогресс «Рязань». Приветствие, презентация команды. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С чего начинается утро после презентации команды КВН Прогресс? Просто вчера они были на дискотеке Дискотека в Рязани в обычный день Дискотека в Рязани выходной Медленная композиция А у нас в гостях присутствуют дети популярных людей Сын Анатолия Чубайса Сын директора гардероба И сюрприз нашего вечера Сын директора гей-клуба Че, повелись? Ну откуда у директора гей-клуба сын? А также гей-клуба Саев Один с восьмерых детей Считает контрацепцию уже наукой Здравствуйте! Я рекламный агент фирмы Реал Хрансхай Мне перестадили волосы из затылочной части головы Сюда! Отсюда сюда! Отсюда сюда! Отсюда сюда! Понятно? Нет! Ну, лазером! Пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик! Понятно? Нет! Да бросьте вы, мужики! Давайте лучше пить пиво! Китай пьешь пиво! Китай пьешь пиво! Китай пьешь пиво! Европа ж не прилива! Мишка, пойдем с черчоками познакомимся! Ой, я не могу! А почему? А я это, ну как это... Ну, как это, надо... Комплексую! А где тогда, Олег? Да что? Не знаешь? Олегу жена изменяет! Страшно, жутко просто изменяет! А он ничего не знает! Бегать, как дурак, радуется! Вот, смотри, опять бежит! Он бежал в бессильные рога Задевает тема! А на нашей дискотеке новый проект Путка классности! Здравствуйте! Я доктор Майоров У меня есть все! Любимая работа, классная машина, дача Спасибо, алкоголики! Пенсионер сдаст квартиру Двум студенткам Трем не сдаст Годы не тем Еноты! Не дружите с собаками! Это говорим вам мы! Енотовидные собаки! А сейчас вы увидите, как слушают Ким В Америке разные люди Как слушают Ким Памела Андерсона Как слушают Ким Американские врачи Как слушают Ким В Америке русские эмигранты А сейчас на нашей дискотеке рекламная пауза О, нет! Не хотят вам приезжать Но в газетах пишут вас здесь химия и травм Поэтому привез свое Натуральное Это уж точно без всяких глянь Дед, а ты уверен, что это съедобное? Ну, не знаю Вот, шарик есть, не жалуется А специально для дедушки ретро-страничка Субтитры создавал DimaTorzok А вообще-то мы ведь с вами земляки Ведь от Рязани до Москвы Рукой подать Ну, че, москвичи Подайте, кто сколько сможет Субтитры создавал DimaTorzok Выражаю огромную благодарность почетному президенту Лиги, вице-мэру города Москвы, Валерию Павридовичу Шансову за постоянную помощь и поддержку. Ну, а я приглашаю на эту сцену команду провинция-центр-город Танч. Эпиграф, вы из Сибири, плевать нам на деньги, главное, чтобы девкам нравилось. И снова собственная грязь не позволяет. Если гитара в руках, то все можно. Можно как-то так вот грифом в нос тыкать, да? Ну, все. Молитесь своим богам, блин, новиции. Махоки откопали заборной войны. Ой-ой-ой, армяне в огороде молоток нашли. Пацаны, зацените книжку. Женился. Завтра я со своей женой пойду на карнавал. Как вы думаете, какая маска ей больше подойдет? Вам твоя? Моя. Точно твоя? Да точно моя. Тогда сварочная. Сказки. Пошла, как красная жарбочка, в кончик своей бабушки. И повстречала на пути серого волка. Волк оскарит к лучище и как зарычит. А маленькая девочка не растерялась и говорит. Слышь, ты дура! Пай такой! Другая сказка. И пустил он за их стрелу. И упал по стрелу, о, на боярский двор. Ну, приход он, значит, на боярский двор. А там поминки. А сейчас вдохлый, пардон, смертельный номер, выступают тренированные хомяки. И так, первый кромяк пошел. Олег! Зашибись! Зашибись! Ага! Вот и камер, дуба, зашибись! На сорок вы не вызывали! Давайте второго! Олег! Прикинь, девка, умопался! Презентация! Угадайте, что такое! Леха, что это за тазик? Что у него морковка плавает? Это не тазик. И не морковки тут плавают. Это кладбище погибших снеговиков. Леха, значит так. После выступления у нас танкетик будет. Ну, там, водочка, сарят. Салат, сам понимаешь. Лука нет. Сходи, Маша, за луком, а? Анатон! Леха, ты только про лук не забудь. А вот у меня случай был. Иду я, значит, по лесу. Гляжу, а на пеньке старичок-лисовичок сидит и говорит мне человеческим голосом. Женя! Закрой канистру и выйди с горожан на снежный воздух. О чем вы говорите? О чем? Ведь главное это спорт. Вот я забит опасный спорт. Иди застрелись. Че? Да я сейчас тебе нос начищу, понял? А ты вихину не трогай. Мы по вихину носу в жертву общаку на пятый этаж в антире. Понял? Ребят, я что хотел сказать. Я же в Москву приехал, чтобы с девчонкой познакомиться, которая была бы мне полной противоположностью. Да нет проблем. В Москве полны, полно красивых, симпатичных и умных девушек. Разбили стерца за пумер любви. И в этих осколках надежды поить. И в этих глазах отражение зеркал. Ведь это наш крест, это наш перестал. А помни, что вечер и руки друзей ложились на плечи, тебе и мне. Иди, тебе, с этого не сута, едва. И с дупи красами и дальше против Пэнкстана. Лига Алим благодарит за постоянную поддержку и финансовую помощь Комитет по делам семьи и молодежи правительства города Москвы в лице председателя Муравьевой Ирины Николаевны. Также Лига благодарит свой победительский совет и лично председателя Александра Леонидовича Бурносова. И еще одна, еще одна презентация на сей раз от команды Азербайджанский характер город Баку. Ну-ка, ну-ка, все вместе ПЕСНЯ ПЕСНЯ Азербайджанский мужчина, он как кофе. А, в смысле черный и горячий, да? Нет, в смысле вредный и всю ночь спать не дает. А недавно Азербайджанскую республику дружеским визитом посетил Владимир Владимирович Путин. Ура! Весь азербайджанский народ встречал президента цветами. И что? Что-что? Не купил, да? Я вообще не понимаю, почему как азербайджанцы сразу база, базар азербайджанцы. Что? Среди азербайджанцев нет интеллектуального человека. Есть такой человек, и вы его знаете. Вот я, например, кроссворды решать умею. Молодец! Вот смотрите, два кроссворда, плюс три кроссворда, равно пять кроссворда. Да нет! Вы не подумайте! Мы команда интеллектуальная на уровне, правда? Да! Двадцать два! Четыре! Четырежные четыре! Двадцать кроссвордов! Да нет! Двадцать два! Четыре! Алло! Алло! Да? Привет! Привет! Ты знаешь, такая ситуация сложилась, но, к сожалению, сегодня вечером я не смогу. А ничего, не беспокойся, я смогу! А вы знаете, что футбол на азербайджанском футболу в своей бомбурке заняла первое место? Не может этого быть! Как? А вот так. Занято, 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 занято. Сколько хороших слов можно сказать ватк из азербайджанского футбола? Вот. 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 Тарик! Ну и что? Вот я тоже вчера на футболе был. Такое удовольствие получил. Да? И кто победил? Не знаю, я с девушкой был. Не надо, а девушка! Вот моя девушка, как бумеранг. В смысле, ты ее бросаешь, и она к тебе возвращается, да? Нет. Просто как бумеранг. И продолжение темы спорта. Мото-спорт. Успокойся, я в люмке. Без препятствий. Альте! Альте! Ай! 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 Стойте! О боже, как горячь валишь! Понял? Стойте! Ну сколько можно? Давайте лучше поговорим о восхищенном. Об испуске, например. Да знаете ли вы что? Великому Скрипачу Пагодине перед концертом враги оборвали все струны, кроме одной. Но он вышел и с помощью одной струны исполнил весь концерт. Да он! Браво! Тогда враги переломали ему все пальцы, кроме одного. Но он снова вышел и с помощью одного пальца объяснил, что концерта не будет. И вот, дорогие дамы и господа, наше выступление подошло к концу. Мы верим, что мы пройдем одну восьмую финала, а дальше будет одна четвертая, и мы ее пройдем так же, как одну восьмую, потом полуфинал, финал! Он высшая лига Кабан! А потом мы станем чемпионами. Да что там чемпионы? Супер чемпионами! Мы выиграем! Обязательно выиграем! О боже, как они ошибались! О! 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 А! Йо-о! Субтитры подогнал «Симон» 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 Давайте заглянем в раздевалку в спорной России по футболу. Ребята, а Мамка, ты опять сильно бил? Так, Титов, почему Майка не заправлена в трусы? И я больше не хочу слушать ваши пошлые шутки на эту тему. Измайл, у тебя ж такая красивая фамилия. Измайла, а пьешь как о лодках. Ребята, после того, как забили, не нужно валяться на траве и обнимая друг друга. Зачем лишний раз подтверждать слова, которыми вас и так называют? Значит так, все собрались, вышли на поле, вытерли сопли и покажем, что мы настоящая сборная по футболу, а не по какому-нибудь другому виду спорта. Понял меня, Мамка? А что я могу? А что он может? Ребята, вот сейчас все пытаются идти в шахту. Да я тоже не отстаю, я вот все ух проколол. Да ты теперь стильный, черт! Вот я вчера с девчонкой познакомился. Что, красивая? Спрашиваешь. Действительно, Дев, ведь знаешь, что некрасивая и постоянно его спрашиваешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Да ладно, Маммин, давай лучше покурим. АПЛОДИСМЕНТЫ Неадекватная реклама. Была картошечка простая, АПЛОДИСМЕНТЫ Отстала и пошла. А в теме проходят свои политические игры. Путин встречается с губернаторами. Господа губернаторы, в этом году вы положили в бюджет 30 миллиардов рублей. Из 90 возможных. У меня вопрос. Дмитрий. Дмитрий. Куда? Вы заныкали деньги на зарплату учителя. Бак! Александр. Где? 17 миллиардов рублей. 18? Антон. И я выбираю самое слабое звено. Кому вдруг показалось, что губернатор это навсегда? У кого? Дача больше территории края. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У кого сейчас желание уйти? Больше желания стать президентом России? Стоять! Кто просто давно по печени не получал? Извините. Владимир Владимирович, мы больше не будем. Да, но нам больше не надо. Итак, вы самое слабое звено. Прощайте. Прощаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы свободны. Пока. А вас, господин Яковлев, я попрошу остаться. Как-никак питерский. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы все золотые медали достались нашим спортсменам. А, да, я тут вот еще о чем подумал. Сейчас все ведущие запели. Галкин запел? Запел. Дибров запел? Запел. Александр Александрович, поможете и вам? А что, песни-то уже есть. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КВН-ТИКИ СЕНТРАННОЙ ЛИГИ ОЛИМ ПЬЮТ ОТВЕЖАЮЩИЙ НАПИТОК ПАНТА. КВН и ПАНТА ВМЕСТИ ВСЕГДА ВЕСЕЛЕЕ. Кроме того, всю информацию о прошедших и предстоящих играх лиги вы можете найти на нашем официальном сайте www.kvnmoskva.ru Хочу обратить ваше внимание, что уже скоро на обновленном сайте для всех болельщиков насчет работу форум и чат. Ну, а теперь посмотрим, какую презентацию команды подготовила для нас команда «Новые гусары». ПОДПИШИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Наконец-то тебе! Восемнадцать! Мы приготовили тебе сюрприз! Какой? Сначала заду свечки. ПОДПИШИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Какой очень хорош, товарищ «Нравличка» Так, а кто там у нас вязал, наманулся? У меня только возле перерыва! Так, что вы там завязкаете, а? Так, жюри, не трогай! Не надо ломать жить в люля! Не может, обращай! Вставай в люля быстрее! Но, как и мышь! Здесь у нас сделают настоящие мыши! Хочешь? Я угадаю, куда тебя призову! Гарнизон столичный! Город ждет! Вы спросите, что мы делаем, когда собираемся вместе? Делай раз! Делай два! А наметка миссию! Господа! Приятная новость! С июля военный повысит отплату! Двое! Наконец-то! Наконец-то! Я куплю тебе машину! Стираем! 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 Ну, может быть, не в этом году! Стираем! Вот, специально! Для военн надо обратиться к министру финансов по таким вопросам! Точно! Тризоню! Бандюга! Индига! АПЛОДИСМЕНТЫ! 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 Мы не наступим! Ступим! Ну что, вот на новый год Молковник приказал тридцати кусантам Ёлку украсть, или что? Мёрзнут, но висят. О, а мне в голову Только что пришло сообщение. Необходимо срочно Принять закон Об альбернативной службе! Да его уже приняли, да? Да? Интересно, что будет через 20 лет После принятия закона? Папа, а военные есть? Нет, сынок, это фантастика. А чё, а чё, правда военных нет? Да есть, конечно же, но ты же учишься в университете. Да, и он очень умный. Сейчас вам на Стёпа покажет число Пи. Стёпа, сколько ты платишь за семестр? Да! А я считаю, что в армию надо призывать 50 дней лет. Зачем? Ну пока его найдут, пока без комиссии. А ты что, стричься не хочешь, да? Можешь, да? Хорошо. Тогда будем принимать кардинальные меры. Стричь тебя будет известный стилист Сергей Азверин. Многие думают, что я чего-то боюсь. Это не так. Мне ничего не страшно с такой бравой охраной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Недавно был в Грузии. Грузины — очень дружелюбный народ. При встрече они снимают каску. АПЛОДИСМЕНТЫ И говорят — «Хеллоу». Мне часто задают вопрос, что такое ударная волна. Показываю. Поздравляю всех с завершением весеннего призыва Спасибо Кстати, а почему у вас один из призывников не подстрижен? Вы не волнуйтесь, Александр Александрович, вы только весочки подровняем Кто нам скажет, как раз наряжет, куда-то против нас игра В любые времена удача нам нужна, а дети вновь и страна Прекреста ты, на нем наши, предстоит нам, наверное, много Мы играем, мы вас желаем, если бы легкой была дорога Остало быть, остало быть, остало быть вперед Верный груз кавер, пусть так вместе Верный груз кавер, пусть так Лига 1 поздравила его генерального спонсора торговую марку Эрик Краузер Торговая марка Эрик Краузер радует покупателя широчайшим выбором в канцелярске Принадлежности для школы и офиса А покупатель радуется высокому качеству и доступности товаров от Эрик Краузер Эрик Краузер – работа приятная на ощупь И последняя на сегодня презентация от команды «Подмосковный легион» Если Москва – это большая деревня, то «Подмосковье» – это большой огород, который ее кормит Вы знаете, тут за кулины другие команды почему-то не хотят с нами общаться Непонятно почему, скажи, Сережа, но ведь я А пойдем и куриц бросим А что, пойдем А вы зажгите пока Да не вопрос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ух ты! Какая у нас постанцовка! Ноги от ушей! Да, только у вас коленки выпирают Мы вообще, ребята простые! Рабочий класс! У нас в Подмосковье столько разных фабрик! Ай! Ёлки-палки! Шадурская мебельная фабрика! Ишь ты какой, а! А я позову, Ишь! Слышь ты! Блин, Горелый, я эту котлету сделаю! Пельмень ушатый! Фабрика Морозка! Чё ты пынчишь? Чё ты пынчишь? Чё ты ночь, жрёво-калёво? Микояновский мясокомбинат. Ну как же вы мне все надоели, а? Тёханный бабай. Бабаевская фабрика. А курицы не больно, курицы довольно, паил. Люберевский птицокомбинат. Так, я сейчас вам блин дам. И вам блин дам. Сейчас и съем блин дам. Да вот биль-биль-дам. И кто-то ходит, позор приводит на дело. Ребята, я наконец написал шутку. Но только не надо такие рожи делать, а? Вот сейчас скажу, и первый ряд просто лопнет сотнику. Спорим? Ну давай, давай поспорим, давай. Шекспирт-ремикс. Король-литор. Ну, молодец тебя, молодец, иди. А еще у нас в команде есть парень. С днем он батик, а вечером Нинька. И на дискотека Нинька приглашает парней танцевать. Нинька устала танцевать. Нинька пьяная. А не надо. А ты. 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 Ты представляешь, моя собака ест из моей тарелки. Я не знаю, что делать. Ну, а ты, конечно, это ее миски. Пусть ей тоже противно станет. Ребят, давайте поговорим о приятном. Да не вопрос. Сейчас мы вам покажем, как поздравляют женщин с 8 марта. Вот так поздравляют своих возлюбленных шахтеров. А вот так поздравляют женщин в воинской части 23-423. Товарищи солдаты, сегодня мы должны поздравить всех женщин в лице Марьи Ивановны с 8 марта и подарить цветы. Парни, парни, а меня давно мучает вопрос. Почему Александр Александрович все время стоит за тумбой и никогда не двигается цвета? Да не вопрос. Представьте МДМ. Ночь перед векрой. Звяк рук, спаси и сохрани. Ребят, вообще-то тема приветствия. Презентация команды. А вот что такое презентация? Ну, это в смысле презент. Фу, подарить чуть надо. Да не вопрос. Ребят, давайте подарим микрофон. Мы провожаем высшую лигу микрофона. Нам хорошо было с ним. А помните, он любил вот эти вот разные шапочки такие вот? Прощай, друг. Ты уходишь, друг. Да не ты. А когда нет, ты тоже иди. Да, ребята, которые раздвигают ширму. Мы вас дарим в метро. Дверь открывать. Так. О, болельщики. Мы вас презентуем к сопернику. Так что разойдитесь по другим секторам. А уже разошлись? Молодцы. Да, вот, потанцовочка. Мы вас дарим под девочки. Вот. И вообще, мы дарим всех, всем. О, а Москве мы подарим всем подмосковье. Че-то мы это, разошлись. Вон губернатор Громов сердится. А вообще, у нас навсегда в Подмосковье. Пока Громов не глянет, мужик не перетерестится. О, а! О, а! Итак, все приветствия сыграны. И я приглашаю участвующие сегодня команды на сцену для продолжения нашей игры. Итак, первый конкурс начинала команда из Рязани. АПЛОДИСМЕНТЫ 5, 5, 4, 5, 5, 5. Следующими выступали гости из Камска. АПЛОДИСМЕНТЫ 4, 5, 4, 5, 4. АПЛОДИСМЕНТЫ Азербайджанский характер. АПЛОДИСМЕНТЫ 4, 4, 4, 4, 4, 3. АПЛОДИСМЕНТЫ Затем свое приветствие показывала команда МГУ. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 4, 4, 4, 4, 5, 4. АПЛОДИСМЕНТЫ Новый гусарый Росквар. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 5, 4, 4, 5, 3. АПЛОДИСМЕНТЫ И завершение приветствует команда Подмосковный Лебен. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ И собственный ответ на этот самый славатый вопрос. Деловое предложение поддержать российский спорт. А то из-за чего уже дошло? Велосипедная сборная Канады уже отсудила второй комплект золотых педалей. А вот я уже начал поддерживать. Вчера вечером познакомился с фигуристкой. С утра просыпаюсь, ее нет. На постели записка. Техника исполнения 4.2, артистизм 5.9. А кто же это оценивал, если вы были там вдвоем? Как-то непонятная ситуация. Деловое предложение. Если водка с апельсиновым соком называется «двездка», тогда что же такое молоток? А при чем они с молоком? Что? Они сейчас скажут. А, они сейчас скажут. Ты сам не знаешь, да? Ну, на свой вариант. А. Водка, апельсиновый сок. Нет, я знаю, я, к примеру, представляю, что будет это все смешать. Водка, апельсиновый сок и молоко. 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 Деловое предложение. Если водка с апельсиновым соком называется «двездка», то что же такое молоток? Все очень просто. Это водка с водкой. Молоток. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Деловое предложение. Если водка с апельсиновым соком называется «двездка», то что же такое молоток? Молоко и водка вместе веселее! АПЛОДИСМЕНТЫ Вместе быстрее. АПЛОДИСМЕНТЫ Деловое предложение. Если водка с апельсиновым соком называется отбёртка, то что же такое молоток? Ну я вообще-то не пьющий, но молоток это по-моему то, чем забивают гвозди. Итак, в своей версии, что же такое молоток? Деловое предложение. Если водка с апельсиновым соком называется отбёртка, то что же такое молоток? Молоток, вообще-то, это тот, кого позвали за водкой, а он принёс две бутылки, да ещё и у девок привёл. Ну, у каждого свои параметры. Азербайджанский характер. К нам поступило одно целовое предложение. Я встретил девушку полумесяцев. Бровь на щёчке, родинка в глазах. Как по-вашему, классическая операция поможет? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну точно, все. АПЛОДИСМЕНТЫ Известные специалисты по пластическим операциям Сейчас будут собираться обо микрофона С кем, чтобы дать экспертное заключение? Начнем? Конечно Я встретил девушку полумесяцем Бровь на щечке, родинка в глазах Как по-вашему, пластическая операция поможет? Ну, сколько не прибегала дюймовочка к аутотренингу Каждый раз она приходила к выводу о том, что она все-таки ничтожество Переводя на русский язык, не поможет То, что он хотел сказать, вот Наконец-то что-то работает Наконец-то... Я встретил девушку полумесяцем Бровь на щечке, родинка в глазах Как вы думаете, операция в этом случае поможет? Земля Она-то с тобой какая-то Я встретил девушку полумесяцем Бровь на щечке, родинка в глазах Как вы думаете, операция в этом случае поможет? Победите побольше водки с апельсиновым соком И пластическая операция не потребует АПЛОДИСМЕНТЫ Я встретил девушку полумесяцем Бровь на щечке, родинка в глазах Как вы думаете? Операция в этом случае поможет? А я вчера с негритянкой познакомился. Ну, банан гну. Такое милое детское чувство. Спасибо команде Новая Литара. Я встретил девушку полумесяца. Бровь на щечки. Родинка в глазах. Как вы думаете, операция в этом случае поможет? Говоришь полумесяцем? Это какая-то полудевушка. Мумум. Собственный ответ. Собственный ответ. Не передай ответ. А по-моему, операция в этом случае поможет? Вот, например, Усапа Беллада хочет сделать себе пластическую операцию. В операцию с удовольствием примут участие ВВС США. Свой вопрос задает команда МДУ. Деловое предложение. Предлагаю согласиться. Уроды, они такие же, как Паша. А Паша, это я. Тебе себе не жалко? Да. Себе не жалко, по-моему. А тем не менее, в общем, тупик поставил своей такой гражданской позиции. АПЛОДИСМЕНТЫ Предлагаю согласиться. Уроды, они такие же, как Паша. А Паша, это я. Уроды, они такие же, как Паша. Дуры, они такие же, как Лена. Дебилы, они такие же, как Тема. Ну что, Тёма, пойдём к Лене? Пойдём, Паша! Самое главное, вот сейчас тут вам только имя Саши не затронуться, так всё будет хорошо. Предлагаю согласиться, уроды они такие же, как Паша, а Паша это я. Нет, Паша это я! Предлагаю согласиться, уроды они такие же, как Паша, а Паша это я. Кстати, об уродах. Когда я был маленьким, меня папа очень часто ставил в угол. Что, наказывал? Нет, да себе я. Деловое предложение. Предлагаю согласиться, что уроды они такие же, как Паша, а Паша это я. Ну ладно я, но вот из-за Шандыбина многие московские дети вообще считают Колобка отрицательным персонажем. Новые гусары, Москва. Новые гусары, Москва. Деловое предложение. Комитет по делам молодёжи утвердил свой новый символ. Это Паша. Деловое предложение. Комитет по делам молодёжи утвердил свой новый символ. Это девчонка после пластической операции. Все решили играть уже по поводу. Деловое предложение. Комитет по делам молодёжи утвердил свой новый символ. А по-моему, это солнышко после тюрьмы. Да, бы хлебчику было. Легион, вас ждём. Так, всё, по-моему, солнышко. 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 Родинка в глазах. Этот вопрос уже задавали. А это после пластической операции. Ребята красивых девушек не видели. И замечательный собственный ответ. Деловое предложение. Комитет по делам молодёжи утвердил свой новый символ. А Международный Олимпийский комитет утвердил свой новый символ. Ну, и по-моему, старый символ. А мы сейчас. А можно тоже всем желаете? Нет, не показывай. Нет. А-а-а. Тонкая шутка с намёком на коммерциализацию Олимпиады. А-а-а. 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 У нашей команды есть деловое предложение. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Всё. А-а-а-а. А-а-а. Повторите, пожалуйста. А-а-а. А-а-а. Он не рассекал, мама. А-а-а-а-а. У нашей команды есть деловое предложение. А-а-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а-а-а. Мир оквачен страшным вирусом фигни. Более 80% молодёжи страдают. У нашей команды деловое предложение. Специально для тебя. Меняю две пачки обычного порошка. Один грамм необычного. У нашей команды деловое предложение. Молоток. У нашей команды деловое предложение. Мало. Вот. Видимо... У меня недавно тоже видение было. Будто прихожу я на концерт Алсу, а в зале нет никого. А на сцене сидит Алсу и играет на баяне. А вокруг нее бегает 19 маленьких крокодильчиков. А у одного крокодильчика астма. Он задыхается, падает, не выдерживает такой сутки и бросается под проезжающий мимо поезд. Ребята, у меня еще вопрос. Что там за белый порошок в гримёрке? Ну и теперь, собственно, ась, 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 ась. У нашей команды деловое предложение. Не нужны нам ваши ножки, Бош. Жень тоже так-то хотели бы не поступить в парню. На мой вкус. Ну, под Москвой свои традиции. Субтитры делал DimaTorzok 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 Новые кусары Москва 3-3-3-3-4 И завершали Подмосковный Легион Итак, средний балл за второй конкурс и общий счет за два конкурса За разминку «Прогресс Рязань» 3,8 Провинция «Центр Канц» 3,4 Азербайджанский характер «Баку» 4 балла ровно Юридический факультет МГУ 3 балла ровно Новые кусары 3,2 Подмосковный Легион 4,4 По итогам двух конкурсов Азербайджанский характер «Баку» 7,8 Подмосковный Легион 9,4 Прогресс «Город Рязань» 8,6 Провинция «Центр» сборная «Канска» 7,8 Новые кусары «Москва» 7,6 Юридический факультет МГУ 7,2 Для начала скажу, что Центральная Лига «Олимп» благодарит за постоянную помощь и гостеприимству администрацию Московского дворца молодежи Команды могут идти готовиться к следующему конкурсу Ну что можно сказать? Коммерческие проекты запущены, деловые предложения выслушаны Пора начинать стричь купоны Музыкальное домашнее задание называется «Как стать миллионером» Разумеется, миллион это не предел, но для начала уже неплохо Правда, смотря в какой валюте Впрочем, валюту будут выбирать сами команды Итак, первое музыкальное домашнее задание «Как стать миллионером» Команда «Клэн» – новые кусары Продолжение следует... Гульпатри! 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 Гульпатри!ừa 넘олет! Секретный агент Бонд был заслан в Россию с секретным заданием Найти красную кнопку русских Для начала нужно было обвинять 1 миллион долларов на рублей Секретный агент Бонд был заслан в России Секретный агент Бонд был заслан в России Даже на вместо денег мне дали чек Читаю Спасибо за помощь на восстановление храма И тут Бонда осенила Красная кнопка должна находиться на Красной площади Через три минуты в Мавзолей Суки-батеньки прячемся Вы можете подумать, что это жестокость Но ведь он сам напросился А в это время в ракетных войсках Праборщик Сидору отвечает за сохранность красной кнопки Да, сынок Стучает Еврейтор Буха Хакер Только благодаря ему ракеты не достигали своей цели А еще ему снились эротические сны Жил в этих ракетных ракетных Жил в этих ракетах один Харпы и белые дни И стал его каждый один Слава его часто чудит Девушка через нет Он объяснялся в любви На тот самый важный момент Внутри Внутри Все когда-нибудь Святые Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 У нас будет много звезд, много суперзвезд. И сейчас у нас в гостях суперзвезда, знаменитый человек. Человек, очень похожий на Александра Розенбаума. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, а как вам удалось стать похожим на Александра Розенбаума? Ну, вы знаете, вначале я хотел стать похожим на Александра Розенбаума. Спустите, а кто такой Александр Розенбаума? Ну, вот после десятого раза, когда меня спросили, кто такой Александр Розенбаума, я решил стать похожим на Александра Розенбаума. Нет, ну что, на Элтона Джона. Простите, но Элтон Джон, он же... Ну, да, да. А, и после десятого раза... Вот здесь я почти сразу почувствовал, что неправильно выбрал себе кубира И пересадил волосы вот отсюда, вот сюда И стал похож на Александра Резендауна Александр, я знаю у вас море поклонится, вы себе пробовали, девчонки А вот скажите по секрету, как у вас было первый раз? Ой, на ковре Но потом она встала, оделась, ушла А я справил свое 50-летие И наконец, последний вопрос Ваша любимая песня? Ну ау, конечно Ау Грубля без трубецкой Шутка И я хотел бы подарить тебе песню А точнее подарить тебе сына А еще точнее сына и дочку А совсем уж точно просто хотел бы Ау Я даже пау 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 Ау А хотел бы быть его новым А покажите мне Москова Да, ну я пошел Спасибо, все очень было культурно Стоп, следующий Ну давайте, побыстрее времени Мало Давайте Вы кто? Телеканал «Звезды Кремля» Здравствуйте Сенсация Только на нашем канале Круглосуточно Обращение президента к народу Смотрите Там у меня А интересно, о чем думает президент Во время утренней зарядки Извините, я только что после душа Отношения с Америкой у нас натянутые Америка отказывается импортировать нашу сталь Хорошо Будем экспортировать им свинец Свинца у нас, слава богу, на всех хватит И вообще, американцы перестали нас бояться Может снова показать им пьянство На наших ракетных базах Так, у нас в России каждый крутится как может Вот, например, Березовский А пока, пока Россия все уверенно становится на ноги Курс рубля довольно низок Но он должен вырасти Он должен вырасти выше, выше, выше Хватит Извините, вспомнил Питер Я привык опираться на мнение народа Вот вчера смотрел основной стиль Шармстоун У нас лучше, у нас веселее У нас есть КВН Спасибо за это Александру Маслякову Младшему А результаты конкурса объявит Михаил Лесин Добрый вечер Комиссия долго совещалась И пришла, наконец-то, к трудному, но единому решению Победила команда Евгения Киселев Введенных единственной команда, которая выиграл тендер на право показа игр Лиги КВН Олимпу Спасибо Ну и по этому поводу я предлагаю распить бутылочку кефира Урожая 1957 года Раз, два, три, два, на цели, посмотри Эй, люди, эй, совет, еще бы не устали Раз, два, три, со мной, поехали, поехали Раз, два, три, два, три, на цели, посмотри Команда КВН Прогресс, город Рязань Благодарит своего генерального спонсора ОАО Рязанский Гресс И лично генерального директора Владимира Викторовича Морозова Рязанская Гресс, энергия, наша работа Центральная Лига Олимп благодарит торговый центр ОУК-Сити И выражает личную благодарность Елангу Зауру Таировичу Торговый центр ОУК-Сити Это обувь различных стилей на любое время года Обувь на любой вкус и любой кошелек И еще одно, безусловно, интересное музыкальное домашнее задание От команды КВН Провинция Центр КАТ После долгого и нудного кораблекрушения Совершенно случайно в живых осталась Одна команда КВН Провинция Центр Потому что шлюпа хватило только на них Причем каждому по одной Три дня не прожили у племени Тартугас Пока не пришло само племя Тихо, тихо Дай сюда, дай сюда булка Опа Оставься в живых Почарные русы Польшие города Сегодня вы собрались на совет племени Можно потише Сегодня Ну потише я сказал Потише Сегодня один из вас уедет с острова Пьеза будет А почему сразу Сулованский? А потому что Нет, почему Сулован? А потому что А почему, почему? А потому, потому что Пришла твоя смерть А вот и я Ну я все умоляю Я со своей подругой Кондрашкой Общаюсь с жестами У нас вот это Обозначает два раза Вот это А вот это Половинка вот этого Ух, эх, да мне уж пора Кстати, не подскажете Который час? Да тебе еще жить, да жить Нет, я тебе повторяю Вот когда у девушки Голупые глаза Это клево А когда у нее Слегка хриплый голос Это здорово А когда у нее Ноги от ушей Так это вообще А когда уши Да, но с ноги Че, а прикольно? Постаклон Я влюбился Принцесса Я линул посвящать Готов вам день и ночь А любви давно Я тебе все слова Поэтому давай сразу, а? Скажите Вам это чудовище не мешает? Да ничего Нормально, девчонки Что? Что сказал-то? Стиво Горе 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 Салабанский, ты что тут делаешь? Тебя ж теперь забрала, а я это, подпросился. Так ты меня не зли, ты меня не зли, ты у меня с этого острова уедешь, лет через 20 я не гарантирую. А что жене скажу? А жене своей ты скажешь вот это вот. Понял? Так что пиши письма. Во время своего пребывания на этом острове я часто думаю о тебе и во мне просыпается почти что двериное чувство. Я хочу трогать тебя. Ощущать тебя. Я хочу тебя целом. Как ты его копни. В жарким огнем. Ночью и днем. Я хочу трогать тебя. Я хочу трогать тебя. Давай. 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 Может поместишь нас? Давай еще. Давай. Белка. Бешеная белка. Белочка фашист. Гитлер. Гитлер на Нюрминг на процессе. А что я это? Я не виноват меня. Подставили. Да как же тебя подставили если у тебя в трудовой написано место работы Рейхстаг. Ой. Не знаете. Я там квартиру снимал. Гитлер кует. Эротичный Гитлер. Белочка на Нюрмингом процессе. А что я это? Что Гитлер? Да действительно. Что это? А ну смирно. Ой. Я не поняла что так ввечет она. Так. Сейчас. Сейчас вы мне будете петь патриотическую песню. Все. Слованский иди сюда. А я не пойду. Иди сюда сказал. А что хотел? Тебя хотел. Бери ружье и чисти его с завязанными глазами. Понял? Ну а. Я не пойду. «Все». Я не пойду. А, ты иди сюда. Я не пойду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Трое тут решились на победу, Муравей, жирал и кенгуру. Но я не знал, ты знаешь, и я такой, Но ты знай, я сам не порегу. Передай на слух советный ветер, Все ушастый жрать меня с собой. Да, в шоу-бизнесе портал, Большинство-меньшинство, Меньшинство-большинство. Тем не менее идет череда юбилеев, Юлиану 50, Губину метр шестьдесят два. В год 2020 в Эстонии на чемпионате мира по черепашьим бегам устанавливают туда книжки. А в Голландии вновь разрешены разнополые браки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Во Владивостоке люди выходят на улицу. Там теплее. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь о спонсоре. Спонсор нашей программы «Балтика безалкогольная». «Балтика безалкогольная» – ужирись в ноль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И так продолжим. Год 2030 наконец-то точно установлено местонахождение Усана Бен Ладена. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Белоруссия вышла из состава России, отдышалась, покурила и пошла обратно. АПЛОДИСМЕНТЫ Монгольник не берут на очередную Олимпиаду, так как в случае победы у них нет даже приличного гимна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А в это время на концертах группы «Любэ» творится что-то ужасное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Игорь Негода Какую песню он поет? И неси меня, река, за крутые берега. А дальше как? Ой, это, дальше подскажем. Круппа любая, блин! И неси меня, река, за крутые берега. Где поля мои, поля? Где леса мои, леса? Ты неси меня, река, Добранные мне места. Где живет моя краса? Голубые у нее глаза, Как очка теплая, Как очка теплая, Как очка пустая, 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 Мэр Душтоп объявляет о строительстве второй трассы «Формулы-1» в простонародье «Шестого кольца». Ну что же, а я на сцену приглашаю команду КВН юридического факультета МГУ. Ребята, пожалуйста, на сцену. Итак, что же вам все-таки дал КВН? Пять лет радости, веселья и хорошего настроения. Условно. Пять лет радости, веселья и хорошего настроения. 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 имени Молосова выражает благодарность на организационную единацию поддержку деканат юридического факультета МГУ и лично декана Евгения Алексеевича Суханова и заместитель декана Валерия Владимировича Болчанова. И еще одно музыкальное домашнее задание, которое, я надеюсь, откроет нам секрет, как стать миллионером, команда «Азербайджанский характер» Бабу. Добрый вечер! В имени передача «Как стать миллионером» и у нас в студии замечательный гость из солнечного Азербайджана миллионер Мамет. Мамет, здравствуйте! Мамет, скажите, пожалуйста, а как вы стали миллионером? Ну, очень просто. Дело в том, что все началось с того, что я написал проект по области кибернетика и химии. Потом была фирма «Сорок», выделила мне за это кран 20 тысяч долларов. Если честно... Ну, если честно, я торгую на черкесском рынке, где там две лавки, помидоры, апельсины и что угодно. Смотрим музыкальный номер. Смотрим. Киевский... Это знакомство смогло произойти в любом другом городе, но оно произошло именно в Москве. Итак, он... Простой азербайджанский парень. И она... Прекрасная незнакомка. Девушка, давайте познакомимся. Да пошел ты. Чурка. АПЛОДИСМЕНТЫ Родная, я на тебя все сделаю. Не надо ля. Трепется. АПЛОДИСМЕНТЫ ЛОМАЕТСЯ Что ты будешь? Чай или кофе? АПЛОДИСМЕНТЫ ПИВО Бутылочку не выбрасывайте, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Пошел оттуда. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А ты где работаешь? АПЛОДИСМЕНТЫ НИГДЕ Нигде. Слушай, отвали, мой брат коротится. Так сразу бы и сказала, и вообще отойди, не мешай людям работать. Эта история могла произойти в любом другом городе, но произошла она именно в Москве. Замечательно, замечательно. А у нас в студии по-прежнему момент. Момет, скажите, момент. Пробеждаем, что здесь видите. Момет, мы в эфире, передача. А, и видите, все это ваше достижение. Понимаете? Достижений очень много. А вот, например, спорт бодибилдинг придумали вы в Азербайджанте. На свадьбах. Бодибилдинг? Да, бодибилдинг. На свадьбах. На свадьбах. Нет, это уже само по себе достижение, что вы знаете слово бодибилдинг. А вы мне не верите, да? Если честно, нет. Ну тогда давайте посмотрим, посмотрим. Давайте, давайте, давайте посмотрим. Посмотрим. Бодибилдинг на свадьбах. Ну и где? Ну дело в том, что надо смотреть в более замедленном варианте. И внимательнее, пожалуй. Внимательно. Внимательно. Давайте, давайте, давайте посмотрим. Посмотрим туда. Ну что ж, момент. Погвально. Погвально. Момент. Момент. Погвально. А вы вообще не интересуетесь шоу-бизнесом? Ну, конечно, шоу-бизнесом интересует, люблю ходить в театры, в кино, в музеи. Ну, советую в кино. Почему? Ну, очень люблю кино. Вот недавно посмотрел фильм... А в театр не будете? Нет, нет, нет. Недавно посмотрел фильм «Титанис». Титаник. А, как «Титаник». Очень бы хотелось узнать ваше мнение. Ну, давайте посмотрим, как... Давайте, давайте посмотрим. Давайте посмотрим фильм. Давайте, 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 посмотрите, посмотрите, посмотрите. Смотрите, надо туда! Вот за кого уж, что ты делаешь? Ты хочешь увидеть настоящий праздник? Так, ты тебя научишь? Неужели ты никогда не делал этого в школе? Ну, давай, давай, давай. Смотри внимательно. Давай, теперь двоечко. Нет, все не так. Набери бру побольше. Теперь закруй глаза. Ну, держи. Ладно, не откуда. Ладно, теперь. Открою глаза. Мама. Летчик. Уже. Летчик. Она летит. Она летит, мопер. Ну, все, хорошо, Мамет, хорошо. Ну, что же, уважаемые телезрители, наша передача, к большому сожалению, подходит к концу. И я вас благодарю, Мамет. Спасибо, что вы приняли участие. И благодаря вам, вы поняли, как же можно стать миллионером и что такое азербайджанский характер. Об этой странной игре Немало сказано слов, Немало сказано прав. Игра на всех заберет, Везда надежда живет И повторяет не раз. Мы опять на этой сцене Мы опять на колене Нам шутить, а вам смеяться Лучший повод, чтобы встречаться Мы азербайджанский Любим песни, любим танцы Ходим в кальпы все моменты Если есть, аплодисменты Команда Клэс Азербайджанский характер Благодарит ректора Благодарит ректора Азербайджанского государственного Экономического университета Депутата Милиберзиса Алия Маслова Генерального спонсора Авиакомпанию Туран-Эйр Авиакомпания Туран-Эйр Это надежность и комфортабельность Вашего перелета Отдельное спасибо команде Выражает фабрике Мышленных изделий Тейт-Аглы Также команда благодарит Общество азербайджанцев России Редакцию газеты Азербайджанцы России За моральную и организационную поддержку И наконец Последнее на сегодняшний день Выступление В исполнении сборной Подмосковья Подмосковный регион Добрый вечер Добрый вечер Я Андрей Молотов И в эфире передача Большая стирка Ну а с концом нашей программы Пельменная фабрика Держава Внутри каждого пельменя Интересная тема для беседы А в нашу передачу Приходит много очень писем От наших телезрителей С вопросом Как стать миллионером И правда, что первую гостю Можно сказать так Когда Зыкина поет Тина Тернер отдыхает Потому что у нас день А у них ночь Добрый вечер, Людмила Добрый вечер А расскажите нам, пожалуйста В чем секрет вашей популярности? Но главное Это не бояться экспериментировать Сказала мать Ложась спокойно спать Не вздумай, дочка Ночью закричать И не орать Ты сможешь Скору не Американский Жан в игроке Мой голос Сонки как колокольчик Моц Хотя друзья в нас поминают Так-таку Фонтерны Кайпиши И то снят Стои Битлс А я так сильно Чапсу Чапсу Что каждый день Его поют А это все Ребята Патронут Потому что я петь научилась Не вздумай И она меня часто заставляла ходить на болото Продавать пирожки Я конечно понимала Что это дело Гиблое Но меня это так Засрасывало А с чем были пирожки? С друг с другом Ну что ж Спасибо А у нас в студии Следующие гости Это Заслуженный лесник России Григорий Пателеевич Дремучий И Владимир Владимирович Путин Ну что ж Присаживайтесь Пожалуйста И у нас в студии Остается Григорий Пателеевич А вы Владимир Владимирович Дмитрий Подождите До следующей передачи Итак Первый вопрос Нашему гостю Правда ли Что в лесах Подмосковья Со времен войны Осталось много Немецких Парашютистов Девестанцев Найм Питер Капут Найм Питер Сижен Найм Я очень люблю Подмосковные леса Я люблю Словица Китереля Ёрки Березки И пальмы Питер Узька Тихо Наспокойтесь Сторойтесь Но мы же все поняли Что это неправда Хотя не мешало бы проверить Дикай Мы без них А Точный офицер Найм Точный офицер Вели Капитер Тайм А А Тугат Он По сырке В небе А нам Клен Кудрявый Клен Кудрявый Слезной Смуглянка Смуглянка Второй Светик Отточный Прием Вас Смуглянка Югий Той Дар Ну а наш следующий гость Купить масло Хлеба Молока А извините Это мама записку написала А наш следующий гость Находит сейчас В секретной комнате Встречайте Юрий Лужков Добрый вечер Добрый вечер Расскажите нам пожалуйста О своих планов на будущее Ну планы на будущее Планов на будущее Громаде Ну начнем пожалуй Вот с чего ПЕСНЯ 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 Перед Путин Лучший друг ПЕСНЯ МЕЧТАЮ я О БОЧРОЙ ИГЛЮЩЕЙ ПЕСНЯ ПЕСНЯ КОТОРОМ КОТОРОМ НОССЕ ШИНЬ ИГЛЮЩЕЙ ИГЛЮЩЕЙ ПЕСНЯ 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 Пока минты не нам любят Дорогие друзья, вы знаете, вот за всей этой беготнёй Мы совсем забыли, что сегодня у самого младшего члена нашей команды день рождения Юра, Юра, иди сюда, Юра Юра Поздравляем! А я динамский не буду справлять А почему? Раз, 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 мой папа Солид групп Ленинград Ну, знаете, на самом деле всё это не важно Самое главное, что мы хоть и живём в Подмосковье, но работаем в Москве Так это ж так неудобно домой добираться Да ладно, всего-то каких-то полчаса от Москвы И мы дома в России! Турец лидера за мной Впрочем, у нас здесь миллионы Здесь задачи по Москве Присутствует в регионе Здесь умоется разной Всё сказано на разлике Возвращаемся домой По Москве Подгуляем! Поиграем! Оба! Поиграем! Оба! Але! Автор суб этих Подгуляем! Сборная команда Московской области под названием «Подмосковный легион» благодарит Комитет по делам молодежи Московской области в лице председателя Юрия Тимофеевича Бойко. Московский государственный университет сервиса в лице ректора Юрия Павловича Криденко, Коломенский государственный педагогический институт в лице ректора Бориса Дмитриевича Корешкова, фирму «Оригинальная компания» в лице генерального директора Олега Анатольевича Горохова, президента фирмы «Рестройкомплект» Игоря Андреевича Карповича, а также всех, кто помогал команде в подготовке к игре. Итак, наша конкурсная программа завершена, и посему я приглашаю командующих на сцену, чтобы они смогли увидеть эту игру. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, оценки за музыкального создания начинала команда «Мовые гусары». Четыре, все студенты ненагласны, четыре балла. Далее команда «Прогресс» резай. Шесть, пять, четыре, пять, шесть. Затем выступала команда «Исканска» правительства «Тэнс». Шесть, шесть, пять, шесть, шесть. Затем юридический факультет «МГУ». Шесть, четыре, 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 три, пять. И завершала игру команда «Подмосковный легион». Шесть, пять, пять, четыре, четыре. И прежде чем будут оглачены официальные итоги игры, как всегда, по традиции, слово уважаемому жюри. Вячеслав Куровов. Я, во-первых, хочу сказать, что каждый КВНщик, который выступает на этой сцене Высшей Лиги, просто-таки мечтает о таком теплом, радушном и живом зале, который сегодня был в игре. И это во многом Ваша заслуга, ребята, за что Вам спасибо, низкий поклон. Сегодня Вы подарили хорошее настроение многим и многим людям, а ведь для этого и существует КВН. Спасибо. Мне бы не хотелось сегодня отмечать ни одну из команд, потому что мне кажется, что каждый из них достойно, у каждой из них большое будущее. Может быть, через год, через два, какая-нибудь из этих команд, или все, снова окажутся на этой сцене, скажем так, какой-нибудь другой Лиги. И вот за Тумбой будет стоять, может быть, тоже какой-нибудь другой Музыков. Хотя и Эпер очень даже поддерживает честь своей Лиги. Но и через главный год, да, все-таки. Добрый вечер, добрый вечер команды, зрители, еще раз коллеги, добрый вечер. Огромное спасибо за игру. Ну а ветеранов Олимпо я хочу поздравить сегодняшним 70-летием ШПЗ, с которым когда-то команда, с которым когда-то она имела отношение. Что касается самой игры, такие игры мы называем ровными. В российской общеобразовательной системе есть такая отметка 4. Это, с одной стороны, и не тройка, но и не пятерка. Вот четверка. И сегодняшняя игра была на такую твердую четверку. Я думал, почему так, может быть, я устал, может быть, что-то с чувством юмора случилось. Предположил, что просто по количеству употребления сегодня слова «хочу», может быть, это тому виной весна, но, с другой стороны, это должно, по идее, заводить, как мне казалось. Что касается шестерки, она у меня сегодня была одна. Я думал, что эту оценку сегодня я не подниму до момента пиерического выступления группы «Люпе». Я бы не согласился с коллегами по поводу того, что не хотелось бы выделять никого. Я вот с удовольствием выделил, потому что сегодня я два раза здесь, вот на этом стуле, просто бился в истерике. И я выделю две команды, которые обязательным образом хотел бы увидеть и дальше. Это команды города Каннска, которые меня просто смертью, даже на косилке, просто здесь раскатали. Ну, а когда я увидел групп Николая Расторгуева, он меня просто обил. Всем командам остальные мне тоже говорят большое спасибо, но эти две жирные шестерки мне сегодня очень понравились. И когда мне сегодня говорили режиссеры, предупреждая о том, что сегодня будет хорошая игра, я так, ну, да, наверное, хорошая-хорошая команда, но что такая хорошая, я не ожидал. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Сегодня мне повезло, никто не сказал в предыдущих моих коллег, что разминка не удалась. Ну, будем откровенны, слабовато было, но я, честно говоря, сравниваю с прошлой игрой. Ну и вообще, сами, наверное, почувствовали, слабовато. Зато музыкалка была... Я... Я...